Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть Богом. Глава первая. Когда Румато миновал могилу святого Мики, седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Хваленый хамахарский жеребец, взятый у Дона Томео за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной вихляющейся рысью. Румато сжимал ему коленями бока, хлистал между ушами перчаткой, но тот только уныло мотал головой, не ускоряя шага. Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы из остывшего дыма. Нестерпимо звенели комары. В мутном небе дрожали редкие тусклые звезды. Дул порывистый, несильный ветер, теплый и холодный одновременно, как всегда осенью в этой приморской стране, с душными пыльными днями и зябкими вечерами. Румато плотнее закутался в плащ и бросил поводье. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час, а икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звездами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы и сгнившие чистоколы времен вторжения. Далеко слева вспыхивала и гасла угрюмая зарева, должно быть, горела деревушка, одна из бесчисленных однообразных мертвожорок, висельников, ограбиловок, недавно переименованных по густейшему указу в желанные, благодатные и ангельские. На сотни миль от берегов пролива и до саево икающего леса простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая оврагами, затопляемая болотами, пораженная лихорадками, морами и зловонным насморком. У поворота дороги от кустов отделилась темная фигура. Шеребец шарахнулся, задирая голову. Румата подхватил поводье, привычно поддернул на правой руке кружево и положил ладонь на рукоятку меча, всматриваясь. Человек у дороги снял шляпу. — Добрый вечер, благородный дом, — тихо сказал он. — Прошу извинения. — В чем дело? — осведомился Румата, прислушиваясь. Без шумных засад не бывает. Разбойников выдает скрип тетивы. Серые штурмовички неудержимо рыгают от скверного пива. Баронские дружинники алчно сопят и гремят железом. А монахи, охотники за рабами, шумно чешутся. Но в кустах было тихо. Видимо, этот человек не был наводчиком. Да он не был похож на наводчика. Маленький, плотный горожанин в небогатом плаще. — Разрешите мне бежать рядом с вами? — сказал он, кланяясь. — Изволь, — сказал Румата, шевельнув по возяме. — Можешь взяться за стремя. Горожанин пошел рядом. Он держал шляпу в руке, и на его темени светлела изрядная лысина. — Приказчик, — подумал Румата. Ходит по баронам и прасолам, скупает лен или пеньку. Смелый приказчик, однако. А может быть, не приказчик? Может быть, книгачей, беглец, изгой? Сейчас много на ночных дорогах. Больше, чем в приказчиков. А может быть, шпион? — Кто ты такой и откуда? — спросил Румата. — Меня зовут Киун, — печально сказал горожанин. — Я иду из Арканара. — Бежишь из Арканара, — сказал Румата, наклонившись. — Бегу, — печально согласился горожанин. — Чудак какой-то, — подумал Румата. — Или все-таки шпион. — Надо проверить. — А почему, собственно, надо? Кому надо? Да кто я такой, чтобы его проверять? Да не желаю я его проверять. Почему мне просто не поверить? Вот идет горожанин, явный книгачей, бежит, спасая жизнь. Ему одиноко, ему страшно, он слаб, он ищет защиты. Встретился ему аристократ. Аристократы по глупости и спеси в политике не разбираются. А мечи у них длинные, и серых они не любят. Почему бы к горожанину Киуну не найти бескорыстную защиту у глупого и спесивого аристократа? И все. Не буду я его проверять. Незачем мне его проверять. Поговорим, скоротаем время, расстанемся друзьями. Киун, произнес он. Я знавал одного Киуна. Продавец снадобий и алхимик с жестяной улицы. Ты его родственник? Увы, да, сказал Киун. Правда, дальний родственник, но им все равно, до двенадцатого потомка. И куда же ты бежишь, Киун? Куда-нибудь. Куда-нибудь подальше. Многие бегут в Арукан. Попробую и я в Арукан. Так-так-так, произнес Румата. И ты вообразил, что благородный Дон проведет тебя через заставу. Киун промолчал. Или, может быть, ты думаешь, что благородный Дон не знает, кто такой алхимик Киун с жестяной улицы? Киун молчал. Ой, что-то я не то говорю, подумал Румата. Он привстал на стременах и прокричал, подражая глашатую на Королевской площади. «Обвиняется и повинен в ужасных, непрощаемых преступлениях против Бога, короны и спокойствия!» Киун молчал. «А если благородный Дон безумно обожает Дона Ребу? А если он всем сердцем предан серому слову и серому делу? Или ты считаешь, что это невозможно?» Киун молчал. Из темноты справа от дороги выдвинулась ломанная тень виселицы. Под перекладиной белело голое тело, подвешенное за ноги. «Ах, все равно ничего не выходит», — подумал Румата. Он натянул повод, схватил Киуна за плечо и повернул лицом к себе. «А если благородный Дон вот прямо сейчас подвесит тебя рядом с этим бродягой?» Сказал он, вглядываясь в белое лицо, с темными ямами глаз. «Сам! Скоро и проворно, на крепкой арканарской веревке, во имя идеалов! Ну что ж ты молчишь, Громотей, Киун!» Киун молчал. У него стучали зубы, и он слабо корчился под рукой Руматы, как придавленная ящерица. И вдруг что-то с плеском упало в придорожную канаву. И сейчас же, словно для того, чтобы заглушить этот плеск, он отчаянно крикнул. «О-о-о! Вешай! Вешай, предатель!» Руматы перевел дыхание и отпустил Киуна. «Я пошутил», — сказал он, — «не бойся». «Ложь! Ложь!» — всхлипывая бормотал Киун, — «всюду ложь!» «Ладно, ладно, не сердись», — сказал Руматы. «Лучше подбери, что ты там бросил. Промокнут». Киун постоял, качаясь всхлипывая, бесцельно похлопал ладонями по плащу и полез к каналу. Румата ждал, устало сгорбившись в седле. «Значит, так и надо», — думал он. «Значит, иначе просто нельзя». Киун вылез из канавы, пряча за пазуху сверток. «Книги, конечно», — сказал Румата. Киун помахал головой. «Нет, нет», — сказал он, — «всего одна книга. Моя книга». «О чем же ты пишешь?» «Боюсь, вам это будет неинтересно, благородный дон». Румата вздохнул. «Берись за стремя», — сказал он. «Пойдем». Долгое время они молчали. «Послушай, Киун», — сказал Румата. «Я пошутил. Не бойся меня». «Славный мир», — проговорил Киун. «Веселый мир. Все шутят. И все шутят одинаково. Даже благородный Румата». Румата удивился. «Ты знаешь мое имя?» «Знаю», — сказал Киун. «Я узнал вас по обручу на лбу. Я так обрадовался, встретив вас на дороге». «А, ну, конечно, вот что он имел в виду, когда назвал меня предателем», — подумал Румата. «Он сказал, видишь ли, я думал, что ты шпион. Я всегда убиваю шпионов». «Шпион», — повторил Киун. «Да, конечно. В наше время так легко и сытно быть шпионом. Орел наш, благородный дон Рэба, озабочен знать, что говорят и думают подданные короля. Хотел бы я быть шпионом, рядовым осведомителем в таверне в серая радость. Как хорошо, как почтенно. В шесть часов вечера я вхожу в распивочную и сажусь за свой столик. Хозяин спешит ко мне с моей первой кружкой. Пить я могу, сколько влезет. За пиво платит дон Рэба. Вернее, никто не платит. Я сижу, попиваю пиво и слушаю. Иногда я делаю вид, что записываю разговоры. И перепуганные людишки устремляются ко мне. С предложениями дружбы и кошелька. В их глазах я вижу только то, что мне хочется. Собачью преданность, почтительный страх и восхитительную бессильную ненависть. Я могу безнаказанно трогать девушек и тискать жен на глазах у их мужей здоровенных дядек. И они будут только подобострастно хихикать. Какое прекрасное рассуждение, благородный дон, не правда ли? Я услышал его от 15-летнего мальчишки, студента патриотической школы. — И что же ты ему сказал? — с любопытством спросил Румата. — А что я мог ему сказать? Он бы не понял. И я рассказал ему, что люди в аге колеса, изловив осведомителя, вспарывают ему живот и засыпают во внутренности перец. А пьяные солдаты засовывают осведомители в мешок и топят в нужники. И это истинная правда, но он не поверил. Он сказал, что в школе они этого не проходили. Тогда я достал бумажку и записал наш разговор. Это нужно было мне, для моей книги. А он, бедняга, решил, что для доноса. И обмочился от страха. Впереди, сквозь кустарник, мелькнули огоньки корчмы скелета бака. Киун споткнулся и замолчал. — Что случилось? — спросил Румата. — Там серый патруль. — пробормотал Киун. — Ну и что? — сказал Румата. — Послушай лучше еще одно рассуждение, почтенный Киун. Мы любим и ценим этих простых грубых ребят. Нашу серую боевую скотину. — Они нам нужны. Отныне простолюдин должен держать язык за зубами, если не хочет вывешивать его на виселице. Он захохотал, потому что сказано было отменно. В лучших традициях серых казарм. Киун съежился и втянул голову в плечи. — Язык простолюдина должен знать свое место. Бог дал простолюдину язык вовсе не для разглагольствований, а для лизания сапог своего господина, каковой господин положен простолюдину от века. У коновизи перед корчмой топтались оседланные кони серого патруля. Из открытого окна доносилась азартная хриплая брань. Стучали игральные кости. В дверях, загораживая проход чудовищным брюхом, стоял сам скелет бака в драной кожаной куртке с засученными рукавами. В мохнатой лапе он держал тесак. Видимо, только что рубил собачину для похлебки. Вспотел и вышел отдышаться. На ступеньках сидел при горюне серый штурмовик, поставив боевой топор между коленей. Рукоять топора стянула ему физиономию на бок. Было видно, что ему томно с перепоя. Заметив всадника, он подобрал слюни и слипло взрывел. — Стой! Как ты там? Ты! Блородный! Румата, выпитив подбородок, проехал мимо, даже не покосившись. — А если язык простолюдина лижет не тот сапог, — громко говорил он, — то язык этот надлежит удалить напрочь. Ибо сказано, язык твой враг мой. Киун, прячась за круп лошади, широко шагал рядом. Краем глаза Румата видел, как блестит от пота его лысина. — Стой, говорят! — заорал штурмовик. Было слышно, как он, гремя топором, катится по ступеням, поминая разом бога, черта, всякую благородную сволочь. — Человек пять, — подумал Румата, — поддергивая манжеты. Пьяные мясники. Вздор! Они миновали к орчму и свернули к лесу. — Я мог бы идти быстрее, если надо, — сказал Киун неестественно твердым голосом. — Вздор! — сказал Румата, осаживая жеребца. — Было бы скучно проехать столько миль и ни разу не подраться. — Неужели тебе никогда не хочется подраться, Киун? Все разговоры, разговоры. — Нет, — сказал Киун, — мне никогда не хочется драться. — В том-то и беда, — пробормотал Румата, поворачивая жеребца и неторопливо натягивая перчатки. Из-за поворота выскочили два всадника, и, увидев его, разом остановились. — Эй ты, благородный дон, — закричал один, — а ну, продеви подорожную! — Хамье! — стеклянным голосом произнес Румата. — Вы же неграмотны! Зачем вам подорожная? Он толкнул жеребца коленом и рысью двинулся навстречу штурмовикам. — Ай! Трусят! — подумал он. — Мнуться! Ну хоть пару, ахаплеух! — Нет, ничего не выйдет. Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки, и, кажется, ничего не выйдет. Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, как боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность. Он подъехал вплотную, а штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились. — Ну! — сказал Румата. — А так это значит... — Что? — растерянно сказал первый штурмовик. — Так это значит... — Благородный дон Румата! Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом умчался прочь. А первый все пятился, опустив топор. — Прощения просим, благородный дон! — с корговорочкой проговорил он. — Обознались, а ошибочка вышла. Дело государственные ошибочки всегда возможны. Ребята малость подпили, горят рвением. Он стал отъезжать боком. — Сами понимаете, время тяжелое. Ловим беглых громотеев. Нежелательно бы нам, чтоб жалобы у вас были, благородный дон! Румата повернулся к нему спиной. — Благородному дону! Счастливого пути! — с облегчением сказал вслед штурмовик. Когда он уехал, Румата негромко позвал. — Киун! Никто не отозвался. — Эй, Киун! И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариной звон шорох кустов. Киун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в двадцати милях проходила ируканская граница. — Вот и все, — подумал Румата. — Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, настороженный обмен двусмысленными притчами. Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребием. Когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место. И он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. Чего он хочет? Что может? Зачем живет? Он вспомнил вечерний арканар. Добротные каменные дома на главных улицах. Приветливый фонарик над входом в таверну. Благодушные, сытные лавочники пьют пиво за чистыми столами. И рассуждают о том, что мир совсем неплох. Цены на хлеб падают. Цены на латы растут. Заговоры раскрываются вовремя. Колдунов и подозрительных книгачеев сажают на кол. Король по обыкновению велик и светил, А дон Рэба безгранично умен и всегда на чеку. Выдумают, надо же. Мир круглый, да по мне хоть квадратный. А умов не мути. От грамоты, от грамоты все идет, братья. Не в деньгах, мол, счастье. Мужик, мол, тоже человек. А дальше больше. Оскорбительные стишки, а там и бунт. Всех их накал, братья. Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал. Грамотный. Накал тебя. Стишки пишешь. Накал. Таблицы знаешь? Накал. Слишком много знаешь. Бина. Пышка. Еще три кружечки. И порцию тушеного кролика. А по булыжной мостовой грм, грм, грм. Стучат коваными сапогами коренастые красномордые парни в серых рубахах. С тяжелыми топорами на правом плече. Братья, вот они, защитники. Разве эти допустят? Да не в жизни. А мой-то, мой-то. Вон на правом фланге. Вчера еще его порол. Да, братья, это вам не смутное время. Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость. Ура, серые роты! Ура, дон Рэба! Слава королю нашему! Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная! А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучи, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые, как сталь в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрявший в невежестве народ, за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни незнающего красоты народа, за то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службы своему неумеланному, запуганному старинной чертовщиной народу, беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век. Рума тостянул перчатку и с размаху треснул ею жеребца между ушами. «Ну, мертвая», – сказал он по-русски. Теперь никто не может точно сказать, откуда взялось это странное название «Икающий лес». Существовало официальное предание о том, что 300 лет назад железные роты имперского маршала Тотца, впоследствии первого арканарского короля, прорубались через Саеву, преследуя отступающие орды меднокожих варваров. И здесь, на привалах, варили из коры белых деревьев брагу, вызывающую неудержимую икоту. Согласно преданию, маршал Тотц, обходя однажды утром в лагерь, произнес морща аристократический нос. «Поистине-то невыносимо! Весь лес икает и провонял брагой!» Отсюда якобы и пошло странное название. Так или иначе, это был не совсем обыкновенный лес. В нем росли огромные деревья с твердыми белыми стволами, каких не сохранилось нигде больше в империи. Ни в герцогстве ируканском, ни тем более в торговой республике Суан, давно уже пустивший все свои леса на корабли. Рассказывали, что таких лесов много за Красным Северным Хребтом, в стране варваров. Ну, мало ли что рассказывают про страну варваров. Через лес проходила дорога, прорубленная века два назад. Дорога эта вела к серебряным рудникам, и по ленному праву принадлежала баронам Пампа, потомкам одного из подвижников маршала Тотца. Ленное право баронов Пампа обходилось арканарским королям в 12 пудов чистого серебра ежегодно. Поэтому каждый очередной король, вступив на престол, собирал армию и шел воевать замок Баау, где гнездились бароны. Стены замка были крепкие, бароны отважны. Каждый поход обходился в 30 пудов серебра, и после возвращения разбитой армии короли арканарские вновь и вновь подтверждали ленное право баронов Пампа наряду с другими привилегиями – как-то ковырять в носу за королевским столом, охотиться к западу от арканара и называть принцев прямо по имени, без присовокупления титулов и званий. Икающий лес был полон темных тайн. Днем по дороге на юг тянулись обозы с обогащенной рудой, а ночью дорога была пуста, потому что мало находилось смельчаков ходить по ней при свете звезд. Говорили, что по ночам с отца дерева кричит птица Сиу, которую никто не видел и которую видеть нельзя, поскольку это непростая птица. Говорили, что большие мохнатые пауки прыгают с ветвей на шеи лошадям и мигом прогрызают жилы, захлебываясь кровью. Говорили, что по лесу бродит огромный древний зверь-пэх, который покрыт чешуей дает потомство раз в 12 лет и волочит за собой 12 хвостов, потеющих ядовитым потом. А кое-кто видел, как среди бела дня дорогу пересекал, бормоча свои жалобы, голый вепрь-ы, проклятый святым микой. Свирепое животное, неуязвимое для железа, но легко пробиваемое костью. Здесь можно было встретить и беглого раба со смолиным клеймом между лопаток, молчаливого и беспощадного, как мохнатый паук-кровосос, и скрюченного в три погибели колдуна, собирающего тайные грибы для своих колдовских настоек, при помощи которых можно стать невидимым, превращаться в некоторых животных, а то еще приобрести вторую тень. Хаживали вдоль дороги и ночные молодцы грозного ваги колеса, и беглецы серебряных рудников с черными ладонями и белыми прозрачными лицами. Знахари собирались здесь для своих ночных бдений, а разухавистые егеря барона пампы жарили на редких полянах ворованных быков, целиком насаженных на вертю. И едва ли не в самой чаще леса, в миле от дороги, под громадным деревом, засохшим от старости, вросла в землю покосившаяся изба из громадных бревен, окруженная почерневшим чистоколом. Стояла она здесь с незапамятных времен. Дверь ее всегда была закрыта, а у сгнившего крыльца торчали покосившиеся идолы, вырезанные из цельных стволов. Эта изба была самая, что ни на есть опасное место в икающем лесу. Говорили, что именно сюда приходит раз в 12 лет древний пех, что бродить потомка и тут же, заползши под избу, издыхает. Так что весь подпол в избе залит черным ядом, а когда яд потечет наружу, вот тут-то и будет всему конец. Говорили, что в ненастные ночи идолы сами собой выкапываются из земли, выходят в дороги и подают знаки. И говорили еще, что изредка в мертвых окнах загорается нелюдской свет, раздаются звуки, и дым из трубы идет столбом до самого неба. Не так давно не пьющий деревенский дурачок Ирма Кутиш с хутора благорастворения, по-старому смердуны, сдуру забрел вечерком к избе и заглянул в окно. Домой он вернулся совсем уже глупым, а оклемавшись немного рассказал, что в избе был яркий свет, и за простым столом сидел с ногами на скамье человек и отхлебывал из бочки, которую держал одной рукой. Лицо человека свисало чуть не до пояса, и все было в пятнах. Было-то ясно сам святой Мика еще до приобщения к вере. Многоженец, пьяница и сквернослов. Глядеть на него можно было только перебарывая страх. Из окошка тянуло сладким, тоскливым запахом, и по деревьям вокруг ходили тени. Рассказ дурачка сходились слушать со всей округи. Окончилось дело тем, что приехали штурмовики, и, загнув ему, локти к лопаткам угнали в город Арканар. Говорить об избе все равно не перестали, и называли ее теперь не иначе, как пьяной берлогой. Продравшись через заросли гигантского папоротника, Румато спешился у крыльца пьяной берлоги и обмотал повод вокруг одного из идолов. В избе горел свет. Дверь была раскрыта и висела на одной петле. Отец Кабани сидел за столом в полной прострации. В комнате стоял могучий спиртной дух. На столе среди обглоданных костей и кусков вареной брюквы возвышалась огромная глиняная кружка. «Добрый вечер, отец Кабани», сказал Румато, перешагивая через порог. «Я вас приветствую», отозвался отец Кабани хриплым, как боевой рок-голосом. Румато, звеня шпорами, подошел к столу, бросил на скамью перчатки и снова посмотрел на отца Кабани. Отец Кабани сидел неподвижно, положив обвисшее лицо на ладони. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнозернистого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем. «Я сам выдумал его», сказал он друг с усилием, задрав правую бровь и поведя на Румато заплывшим глазом. «Сам? А зачем?» Он высвободил из-под щеки правую руку, помотал волосатым пальцем. «А, все-таки я ни при чем. Я его выдумал, я же ни при чем. А? Точно, ни при чем. И вообще, мы не выдумываем, а черт знает что». Румато расстегнул пояс и потащил через голову перевязи с мечами. «Ну-ну», сказал он. «Ящик!» рявкнул отец кабани и надолго замолчал, делая странные движения щеками. Румато, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом. «Ящик!» повторил отец кабани упавшим голосом. «Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле, все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать». «Тогда что?» «Приходит отец кабани, закрывает глаза, сует руку в дыру». Отец кабани посмотрел на свою руку. «Хватит!» «Выдумал!» «Я!» «Говорит!» «Вот это самое выдумал!» «А кто не верит, тот драк!» «Сою руку!» «Раз...» «Что?» «Проволока с колючками!» «Зачем?» «Скотный двор от волков!» «Молодец!» «Сою руку!» «Два!» «Что?» «Умнейшая штука!» «Весокрутка называется!» «Зачем?» «Нежный мясной фарш!» «Молодец!» «Сою руку три!» «Что?» «Горючая вода!» «Зачем?» «Сырые дрова разжигать!» «Отец Кабани замолк и стал клониться вперед, словно кто-то пригибал его, взяв за шею!» «Руматов взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони!» «Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами!» «Руматов кружевным платком тщательно вытер руку!» «На платке остались маслянистые пятна!» «Нечесанная голова отца Кабани коснулась стола и точно сдерлась!» «Сложил все в ящик!» «Он знал, для чего это выдумал!» «Колючки от волков!» «Это я дурак от волков!» «Рудники! Рудники оплетать этими колючками!» «Чтоб не бегали с рудников государственные преступники!» «А я не хочу! Я сам государственный преступник!» «А меня спросили!» «Спросили!» «Спросили!» «Колючка, говорят, колючка!» «От волков, говорят, от волков!» «Хорошо, говорят, молодец!» «Оплетем рудники!» «Сам дон Рэба и оплел!» «Эмя сокрутку мою забрал!» «Молодец!» «Голова, говорит, у тебя!» «А теперь, значит, веселый башни нежный фарш делает!» «Отчень, говорят, способствует!» «Знаю!» «Знаю!» «Думал Руматов!» «Все знаю!» «И как кричал-то у дона Рэба в кабинете!» «Как в ногах у него ползал!» «Молил!» «Отдай, не надо!» «Поздно было!» «Завертелась твоя мясокрутка!» «Отец кабани схватил кружку и приник к ней волосатой пастью!» «Глотая ядовитую смесь, он рычал, как вепрь!» «А потом сунул кружку на стол и принялся жевать кусок брюкру!» «По щекам его ползли слезы!» «Горючая вода!» «Провозгласил он наконец перехваченным голосом!» «Для растопки костров и произведения веселых фокусов!» «А какая же она горючая, если ее можно пить!» «Ее в пиво подмешивать цены пиву не будет!» «Не дам!» «Сам выпью и пью!» «День пью, ночь опухаясь!» «Падаю все время!» «Давечая волна!» «Дон Румата, не поверишь!» «К зеркалу подошел, испугался!» «Смотрю, помоги, Господи, где отец Кабани!» «Морской зверь спрут!» «Весь цветными пятнами иду!» «То красный, то синий!» «Выдумал, называется, воду для фокусов!» «Отец Кабани сплюнул на стол и пошаркал ногой под лавкой, растирая!» «А затем вдруг спросил, какой нынче день?» «Канун Каты Праведника!» «А почему нет солнца?» «Потому что ночь!» «Опять ночь!» «С тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедке!» «Некоторое время Румато, посвистывая сквозь зубы, смотрел на него, потом выбрался из-за стола и пошел в кладовку. В кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани. Удивительное творение прирожденного инженера, инстинктивного химика и мастера стеклодува. Румато дважды обошел адскую машину кругом, затем нашарил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударил, никуда специально не целись. В кладовке залязгало, задребезжало, забулькало. Гнусный запах перекисшей барды ударил в нос. Хрустяк облуками побитому стеклу, Румато пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там, под грудой хлама, стоял в прочном силикетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас». Румато разбросал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в белом электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румато бросил в приемную воронку несколько лопат-опилок и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румато носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро и сейчас же день-день-день посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем пицца VI короля Арканарского. Румато перенес отца Кабани на скрипучие нары, стянул с него башмаки, перевернул на правый бок и накрыл облысевшей шкурой какого-то давно вымершего животного. При этом отец Кабани на минуту проснулся, двигаться он не мог, соображать тоже. Он ограничился тем, что пропел несколько стихов из запрещенного к распеванию светского романса «Я как цветочек аленький, твоей ладошки маленькой», после чего он глупо захрапел. Румато убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец Кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Затем он напоил хамахарского жеребца, засыпал ему овса из сидельной сумки, умылся и сел ждать, глядя на коптящий огонек масляной лампы. Шестой год он жил этой странной двойной жизнью. И, казалось бы, совсем привык к ней, но время от времени, как, например, сейчас, ему вдруг приходило в голову, что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости. А разыгрывается причудливое театральное представление с ним, руматой, в главной роли. Что вот-вот после особенно удачной его реплики грянут аплодисменты, и ценители из института экспериментальной истории восхищенно закричат из ложь. «Адекватно, Антон, адекватно! Молодец, Тошка!» Он даже огляделся. Но не было переполненного зала, были только почерневшие замшелые стены из голых бревен, заляпанные наслоениями копоть. Во дворе тихонько ржанул и переступил копытами хамахарский жеребец. Послышалось низкое ровное гудение, да слез знакомое и совершенно здесь невероятное. Руматов слушался, приоткрыв рот. Гудение оборвалось, язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче. Румата стал подниматься, и в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул Дон Кондор. Генеральный судья и хранитель больших государственных печатей Торговой республики Суан, вице-президент конфедерации 12 негациантов и кавалер имперского ордена Десницы Милосердной. Руматов скочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях. Шпоры торжественно звякнули. Правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым дорожным пером, торопливо, как бы отгоняя комаров, махнул им в сторону Руматы, а затем, швырнув берет на стол, обеими руками расстегнул ушей застежки плаща. Плащ еще медленно падал у него за спиной, а он уже сидел на скамье, раздвинув ноги, уперев левую руку вбок, а отставленный правой держась за эфес золоченого меча, вонзенного в гнилые доски пола. Был он маленький, худой, с большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. Его черные волосы были схвачены таким же, как у Руматы, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей. — Вы один, Дон Румата? — спросил он отрывисто. — Да, благородный Дон, — грустно ответил Румата. Отец Кабани вдруг громко и трезво сказал. — Благородный Дон Рэба! Гиеновы! Вот и все! Дон Кондор не обернулся. — Я прилетел! — сказал он. — Будем надеяться, — сказал Румата, — что вас не видели. — Легендой больше, легендой меньше! — раздраженно сказал Дон Кондор. — У меня нет времени на путешествие верхом. — Что случилось с Будахом? Куда он делся? — Да сядьте же, Дон Румата, прошу вас, у меня болит шея! Румата послушно опустился на скамью. — Будах исчез, — сказал он. Я ждал его в урочище тяжелых мечей, но явился только одноглазый оборванец, назвал пароль и передал мне мешок с книгами. Я ждал еще два дня, затем связался с Доном Гугом, и Дон Гуг сообщил, что проводил Будаха до самой границы, и что Будаха сопровождает некий благородный Дон, которому можно доверять, потому что он в дребезге проигрался в карты и продался Дону Гугу телом и душой. Следовательно, Будах исчез где-то здесь, в Арканаре. Вот и все, что мне известно. — Немного же вы знаете, — сказал Дон Кондор. — Не в Будахе дело, — возразил Румата. — Если он жив, я его найду и вытащу. Это я умею. Не об этом я хотел с вами говорить. Я хочу еще и еще раз обратить ваше внимание на то, что положение в Арканаре выходит за пределы базисной теории. На лице Дона Кондора появилось кислое выражение. — Нет уж, вы меня выслушайте, — твердо сказал Румата. — Я чувствую, что по радио я с вами никогда не объяснюсь. А в Арканаре все переменилось. Возник какой-то новый систематически действующий фактор. И выглядит это так, будто Дон Рэба сознательно натравливает на ученых всю серость королевств. Все, что хоть ненамного поднимается над средним серым уровнем, оказывается под угрозой. Вы слушаете, Дон Кондор, это не эмоции, это факты. Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь непривычное, просто не пьешь вина, наконец ты под угрозой. Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. Сотни и тысячи людей объявлены вне закона. Их ловят штурмовики и развешивают вдоль дорог. Голых, вверх ногами. Вчера на моей улице забили сапогами старика, узнали, что он грамотный. Топтали, говорят, два часа, тупые, с потными звериными мордами. Румата сдержался и закончил спокойно. Одним словом, в Арканаре скоро не останется ни одного грамотного. Как в области святого ордена после барканской резни. Дон Кондор смотрел на него пристально, поджав губы. Ты мне не нравишься, Антон, сказал он по-русски. Мне тоже многое не нравится, Александр Васильевич, сказал Румата. Мне не нравится, что мы связали себя по рукам и ногам самой постановкой проблемы. Мне не нравится, что она называется проблемой бескровного воздействия. Потому что в моих условиях это научно обоснованное бездействие. Я знаю все ваши возражения, и я знаю теорию, но здесь нет никаких теорий. Здесь типично фашистская практика. Здесь звери ежеминутно убивают людей. Здесь все бесполезно. Знаний не хватает, а золото теряет цену, потому что опаздывает. Антон, сказал Дон Кондор, не горячись. Я верю, верю, что положение в Арканаре совершенно исключительное. Но я убежден, что у тебя нет ни одного конструктивного предложения. Да, согласился Румата. Конструктивных предложений у меня нет. Но мне очень трудно держать себя в руках. Антон, сказал Дон Кондор, нас здесь 250 на всей планете. Все держат себя в руках, и всем это очень трудно. Самые опытные живут здесь уже 22 года. Они прилетели сюда всего-навсего, как наблюдатели. Им было запрещено вообще, что бы то ни было, предпринимать. Представь себе на минуту, запрещено вообще. Они бы не имели права даже спасти Будаха. Даже если бы Будаха топтали ногами у них на глазах. Не надо говорить со мной, как с ребенком, сказал Румата. Вы нетерпеливы, как ребенок, объявил Дон Кондор. А надо быть очень терпеливым, Румата горестно усмехнулся. А пока мы будем выжидать, сказал он, примериваться, да нацеливаться. Звери ежедневно, ежеминутно будут уничтожать людей. Антон, сказал Дон Кондор. Во вселенной тысячи планет, куда мы еще не пришли, и где история идет своим чередом. Но сюда-то мы уже пришли. Да, пришли. Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев. Если ты слаб, уходи. Возвращайся домой. В конце концов, ты действительно не ребенок, и знал, что здесь увидишь. Румата молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший, сразу постаревший, волоча меч за эфес, как палку прошелся вдоль стола, печально кивая носом. Все понимает, сказал он. Я же все это пережил. Было время, и это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые послабее сходили от этого с ума. Их отправили на землю. Теперь лечат. Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно. Антон, запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон. И должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился и в грязь, всю жизнь не отмоешься. Гороны Руканский в истории пришествия писал, когда бог, спустившись с неба, вышел к народу. Из питанских болот ноги его были в грязи. За что горона и сожгли, – мрачно сказал Руматов. Да, сожгли, а сказано это про нас. Я здесь пятнадцать лет. Я, голубчик, уж и сны про землю видеть перестал. Как-то, роясь в бумагах, нашел фотографию женщины и долго не мог сообразить, кто же она такая. Иногда я вдруг со страхом осознаю, что я уже давно не сотрудник института. Я экспонат музея этого института, генеральный судья торговой и феодальной республики. И есть музей и зал, куда меня стоит поместить. Вот что самое страшное. Войти в роль. В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. И все вокруг помогает подонку. А коммунар – один одинешенек. До земли тысячи лет и тысяча парсек. Дон Кондор помолчал, гладя коленей. Вот так-то, Антон, сказал он твердеющим голосом. Останемся коммунарами. Он не понимает. Да и как ему понять? Ему повезло. Он не знает, что такое серый террор, что такое Дон Рэба. Все, чему он был свидетелем за пятнадцать лет работы на этой планете, так или иначе укладывается в рамки базисной теории. И когда я говорю ему о фашизме, о серых штурмовиках, об активизации мещанства, он воспринимает это как эмоциональные выражения. Не шутите с терминологией, Антон. Терминологическая путаница влечет за собой опасные последствия. Он никак не может понять, что нормальный уровень средневекового зверства это счастливый вчерашний день Арканара. Дон Рэба для него это что-то вроде герцога Ришелье, умный и дальновидный политик, защищающий абсолютизм от феодальной вольницы. Один я на всей планете. Вижу страшную тень, наползающую на страну. Но как раз я и не могу понять, чья это тень и зачем. И где уж мне убедить его, когда он вот-вот по глазам видно, пошлет меня на землю лечиться. «Как поживает почтенный Синда?» спросил он. Дон Кондор перестал сверлить его взглядом и буркнул. «Хорошо, благодарю вас». А потом он сказал. «Нужно, наконец, твердо понять, что ни ты, ни я, никто из нас реально ощутимых плодов своей работы не увидим. Мы не физики, мы историки. У нас единицы времени не секунда, а век. И дела наши — это даже не посев. Мы только готовим почву для посева. А то прилетают порой с земли. Энтузиасты, черт бы их побрал. Спринтеры с коротким дыханием». Румато криво усмехнулся и без особой надобности принялся подтягивать Ботфорд. Спринтеры, да, спринтеры были. Десять лет назад Стефан Орловский, он же Дон Капада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки восемнадцати эстерских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраны. Корчись предсмертной муки, он кричал, «Ну вы же люди, бейте их, бейте!» Но мало кто слышал его заревом толпы «Огня! Еще огня!» Примерно в то же время в другом полушарии Карл Розенблюм, один из крупнейших знатоков крестьянских воин в Германии и Франции, он же торговец шерстью «Па-ни-па!» поднял восстание мурийских крестьян. Штурмом взял два города и был убит стрелой в затылок, пытаясь прекратить грабежи. Он был еще жив, когда за ним прилетели на вертолете, но говорить не мог и только смотрел виноватый недоуменно большими голубыми глазами, из которых непрерывно текли слезы. А незадолго до прибытия Руматы великолепно законспирированный друг-конфидент кайсанского тирана Джереми Тофнат, специалист по истории земельных реформ, вдруг ни с того ни с сего произвел дворцовый переворот, узурпировал власть, в течение двух месяцев пытался внедрить золотой век, упорно не отвечая на яростные запросы соседей и земли, заслужил славу сумасшедшего, счастливо избежал восьми покушений и был, наконец, похищен аварийной командой сотрудников института и на подводной лодке переправлен на островную базу у Южного полюса. Ах, подумать только, пробормотал Румата, до сих пор вся земля воображает, что самыми сложными проблемами занимается нульфизика. Дон Кондор поднял голову. Ах, наконец-то, сказал он негромко. Зацокали копыта, злобно и визгливо заржал хамахарский жеребец, послышалось энергичное проклятие с сильным ируканским акцентом. В дверях появился Дон Гук, старший постельничий его светлости герцога ируканского, толстый, румяный, с лихо вздернутыми усами, с улыбкой до ушей, с маленькими веселыми глазками под буклями каштанового парика. И снова Румата сделал движение броситься и обнять. Потому что это же был Пашка. Но Дон Гук вдруг подобрался, но с толстощокой физиономии появилась сладкая приторность, он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Руматов скользко смотрел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел генеральный судья и хранитель больших печатей. Раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфет золоченого меча. Вы сильно опоздали, Дон Гук, сказал он неприятным голосом. Тысячи извинений, скричал Дон Гук, плавно приближаясь к столу. Клянусь рахитом моего герцога, совершенно непредвиденные обстоятельства. Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского, и я дважды дрался с какими-то хамами. Он изящно поднял левую руку, обмотанную окровавленной тряпкой. Кстати, благородные Доны, а чей-то вертолет позади избы. Это мой вертолет, сварливо сказал Дон Кондор, у меня нет времени для драк на дорогах. Дон Гук приятно улыбнулся и, усевшись верхом на скамью, сказал, итак, благородные Доны, мы вынуждены констатировать, что высокоученый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между ируканской границей и урочищем тяжелых мечей. Отец Кабани вдруг заворочался на своем ложе. Дон Рэба, густо сказал он, не просыпаясь. Оставьте Будаха мне с отчаянием, сказал Румата, и попытайтесь все-таки меня понять. Продолжение следует...